Я лучше, чем Чарльз Оливера. Идет Дастин Пори, затем я, и только потом Чарльз Оливера. Пять ключевых моментов идеального сальто с октагона. Номер один. Я бы сказал, главное, не ссать, нельзя бояться. Номер два. Нужно быть очень атлетичным. Номер три. Нужно уметь делать это на земле прежде всего. И то перед тем, как прыгать на земле, нужно научиться прыгать на батуте. Так что четвертая батут. И номер пять. Вернемся к тому, что нужно не ссать. Если вы замешкаетесь в начале, в середине, в конце, в любой момент прыжка, вы не сделаете его. Скорее всего. Я никогда не ссал, так что я не знаю, что случится. Да, это была неприятная случайность. Так вышло, что я бился на финале шоу «Универсальный боец», который проходил на той же арене и в том же октагоне, где на следующую ночь проводился пей-пер-вью турнир. Так что UFC сделали специальные накладки на клетку, чтобы перекрыть лого следующего турнира и поставить лого универсального бойца. И она очень сильно болталась. Так что, когда я попытался залезть туда, я не смог, потому что эта накладка сидела неплотно. Поэтому мне пришлось нащупать эту раму под самой накладкой и встать на нее. Вот почему так вышло, а не потому что я устал. Нужно чуть припугнуть собаку, тогда она послушает. Эй, жди меня. Пять подсказок, как быть лучшим хозяином для собаки. Вот блин. Во-первых, нужно баловать собаку, хорошо кормить. Этот маленький говнюк спит у меня в кровати, что мне не очень-то нравится. Я пытаюсь выгонять его, но он специально дергает с меня одеяло, чтобы я его пустил. Номер три – это водить его. Я вожу его с собой в зал три раза в неделю. Номер четыре – баловать его едой, собаки любят поесть. И номер пять – это, знаете, этот чувак таскается со мной везде. Думаю, что здесь лучшим советом будет... Он просто любит меня, я вроде ничего особенного не делаю, так что собаки просто любят людей, здесь невозможно облажаться. Мне нравится вот так вот людей пугать. Так и нужно выгуливать собак. Да, я его таскаю. Если ему не приходится тратить энергию, то это еще лучше. Он толстый пес. Так, топ-5 моих побед в UFC. Тони Фергюсон. Номер два для меня – это Эдсон Барбоза. Номер три – это Майкл Джонсон. Затем ковбой с Ирона. Так, это были третий, четвертый и Вик пятый. Но победа над Виком была самой важной, потому что я выходил после двух поражений. Победа над Тони была лучшей, да, потому что я завоевал временный титул, вышел на титульник против величайшего всех времен, так что да, это моя лучшая победа. Топ-5 самых зрелищных бойцов для меня, как для фаната. Ну, мне нравится смотреть, не считая его поединка с Дереком Льюисом, но да, я однозначно уже прощаю его за это. Это Фрэнсис Нгану, номер один. Мне нравятся бои Роберта Уитакера. Мне нравится Генри Цехуда, жаль, что он уже не бьется. Валентина Шевченко, просто зверь и Роуз. О, боже мой, я тут просто рыдаю. Да, черт возьми, главное верить в себя. О, Роуз, это моя героиня, я просто не знаю. Боже мой, да, черт возьми. Итак, топ-5 в моем дивизионе. Я скажу... Ну, давайте поставим Чарльза Оливеру на первую строчку, потому что он чемпион, но он не лучший в нашем дивизионе, я гарантирую. Его все равно можно заставить сдаться, и не придется для этого слишком глубоко копать. Но пока что я поставлю его на первую строчку. Второй Порье. Я третий. Дариуш четвертый. И Чендлер пятый. Нет. Нет, у Конора всего одна победа в этом дивизионе. За все время. Да, я сейчас на третьей строчке. Блин, Дастин Порье побил меня, так что я не могу стоять выше его. Я лучше, чем Чарльза Оливера. Идет Дастин Порье, затем я, и только потом Чарльза Оливера. А за ним уже Дариуш и Чендлер. И только я и Порье знаем, да, он побил меня той ночью, но я тусовался, фоткался. Я сделал тысячу снимков той ночью, после поединка. А он был в больнице и не мог нормально двигаться следующий месяц. Так что я готов отыграться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!